Цель моя проповедовать Евангелие людям, чтобы люди услышали о спасении, чтобы люди имели возможность освободиться от различного рода зависимости. Я сам когда-то в жизни своей оказался в такой трудной жизненной ситуации, был наркоманом. Через три года, когда пошли какие-то трудности, это были 90-е годы, тогда пришли наркотики. Уже мои друзья тогда употребляли их, начали колоться. И вот пришла какая-то депрессия, одна за одной какая-то такая трудная ситуация. Ну, я не такой большой срок был. На наркотиках я около трех с половиной лет. Но это не просто так как-то поверхностно это было, это конкретной зависимости я находился. Лечился в больнице два раза. Сначала это была выпивка, как правило, это похмелье, последствия всего. Друзья говорят, это тебе как-то поможет, вот наркотики, тебе легче будет. Ну и я согласился, я сломался. Хотя считал себя таким волевым человеком. В спорте каких-то определенных результатов добился. Я вольной борьбой занимался. Как-то в свое время я пытался бросать курить. У меня это получалось. Никогда не считал себя таким каким-то слабым человеком. Мне удавалось освободиться, скажем, бросить курить. А потом я все-таки сломался. Поначалу-то это, конечно, все в каких-то таких розовых красивых красках. Но когда человек уже в конкретной зависимости, уже что-то попробовал, там ни врачи не помогает, ни своих сил уже не хватает. Меня два раза осудили. Одна статья у меня 206-я, это было хулиганство на тот момент. 218-я статья тогда была. Это хранение, ношение, изготовление, приобретение холодного огнестрельного оружия. Но я уже был наркоманом. То есть меня посадили за это. Ну и как наркомана в наркомзону отправили. Я был в наркомзоне. Это бокал в нашей России. Есть такой бокал. Всероссийская наркомзона была. И вот там я отбывал срок. И брат написал мне письмо. Вот это письмо я получил красными чернилами. То есть когда я его открыл, начал читать, я понял, что он уверовал. Я тоже как бы искал выход какой-то из-за всего этого. Потому что людей я перестал любить. Вот так вот бывало на корточках сижу, там отряд какой-нибудь идет людей. Я так смотрю на них, и я понимаю, что в сердце я их не люблю. То есть я людей стал уже как-то ненавидеть. И начал задуматься об этом. А как правило, в лагерях очень часто там различную литературу читают. У меня друзья были там буддизмом. Кто чем увлекался, искали какую-то вот отдушину просто в жизни. Иисуса я принял. То есть первое мое знакомство произошло. Мне пришло письмо от моего родного брата. Но на тот момент, вот я говорю, когда письмо получил, он уверовал. И очень сильно хотел, чтобы и я спасся. То есть даром получил, даром хочется отдать. Даром получил, даром хочется. Это естественно. Это естественно. Когда дух человека рожден от Духа Божьего, то хочется отдать это другому человека. Тем более, это мой брат. Он уже начал на тот момент заниматься центром реабилитации. Поэтому он и письмо написал такое. И начал со мной делиться уже верой. Но я как-то отнесся к этому так, да. Я говорю, о, хорошо, молодец. Ну, я тоже вот в Бога верю. Я тут магию читаю. Ну, у нас, я говорю, разная литература была. Там белую магию. Ну, мы считали так, что есть белая, черная магия. Но белая, это вроде как она направлена на добро. Но это некий такой обман просто человека. Что белая магия, магия это просто, ну, хорошее дело какое-то ты делаешь. А на самом деле человек находится в такой же западне. Увлекался этим, читал, искал смысл жизни. Ну, и все. И как-то вот это буквально последний год, когда мне оставалось до освобождения. Все, проходит этот год. Я освобождаюсь, приезжаю домой. Приезжаю домой. Они меня ждут. Я буквально еще одну ночь не ночевал. Там встретил каких-то своих друзей, бывших, с кем я употреблял наркотики. Они в таком довольно, в таком плачевном состоянии уже. Кто-то уже в предсмертном состоянии. Кто-то из друзей уже умер за это время, пока я сидел. И все. Я вот, ну, там выпил еще. Наркотики употреблять не стал. Выпил. Посмотрел на все, на это. И на следующий день, ну, как-то продержался. Я верю в то, что Бог как-то вот сохранил меня просто, да. Чтобы я не увлекся опять вот этой наркоманией. И на следующий день я встречаюсь с братом. Он уже служитель в центре реабилитации. И все. Я начинаю с ним общаться. Он повел меня как-то так. Как-то захватил. У меня так интересно. Пойдем, посмотришь. А понимает, что я только освободился. Мне вот там, ну, жить охота. Там девчонки нужны мне. Он говорит, пойдем. У нас там есть девчонки. И все. То я соглашаюсь. Идем в центр. И вот я попадаю в центр реабилитации. Это квартира была в пятиэтажном доме. Трехкомнатная квартира. Где находилось около 30 бывших наркоманов. И все. И вот здесь вот начинается моя реабилитация. То есть вот изменение моего мышления. Вот они так мастерски все это сделали. Ну, это, конечно, это Бог. Это просто Дух Святой. Вот захватил это. Хотя была борьба. Ну, те люди, которые занимаются реабилитацией, они знают, что надо делать. Бог вкладывает просто это вот как-то в сердце человека. Он показывает, как это надо делать. То, что меня еще захватило, ну, как бы вот, чтобы немножко вот как-то меня просветить, показать просто, да. Мы же как, ну, скажем так, люди с таким, группа риска, скажем, да, которые, ну, брали от жизни все. Им нужны какие-то вот авторитеты или свидетельства людей, которые, ну, уже вот произошли вот эти вот перемены. Был таким, стал другим. Что-то Бог сделал вот в их жизни. Конечно, они мне это поставили. Я это услышал, я это увидел. Начал размышлять. Думаю, почему? То есть это же не простые люди какие-то, да, там, ну, это серьезные люди. Довольно с таким суровым прошлым просто. Но они почему-то вот уверовали в Бога. Они отказались от прежних своих образов жизни, там, от своих грехов. И пошли вот этим вот путем. Меня это, конечно, захватило. Второй момент, вот, который так сильно меня коснулся, конечно, зацепил, это, я говорю, радость, вот, которую я увидел просто в людей. В тех людях, которых я, вот, особенно, да, которых я знал. Ну, я начал просто наблюдать за ними. У меня даже был такой период, там, идем с братом по дороге, и вот я ему говорю, что, ну, давай как-то вот вместе мы с тобой, наверное, что-то будем делать, там, деньги на этом будем делать. Ты, наверное, разводишь там людей просто, да, вот. Вот, не мог я просто поверить в то, что это можно вот искренне как-то помогать людям, да. Ну, потому что я знал брата своего, да. На полном серьезе говорить, нет, это совершенно другая жизнь, это новая жизнь. Я делаю это просто искренне. И он мне еще сказал такие слова. Он видит, что какие-то препятствия есть, да, что-то вот не дает мне. А я ему свои доводы. Я говорю, ну, я вот тоже вот увлекался там хиромантией, физиогномикой, вот магией там читал тоже. И он просто сказал такие простые слова, да. И об этом можно было, конечно, дискутировать очень долго, там, отстаивать свои позиции. Он сказал мне такие простые слова. Он говорит, если ты свой металлолом из своей головы, говорит, не выбросишь, у тебя ничего не получится. Тебе, говорит, надо вот отказаться вот от этой магии, от оккультизма, от всего просто, да, и двинуться вот в этом направлении. И это сильно мне помогло. Почему это меня сильно вот это вот состояние радости зацепило? Потому что занимаясь спортом, я испытывал радость в жизни. Вот даже на физическом уровне, когда, ну, дух твой бодр, физически ты чувствуешь себя хорошо, ты просыпаешься утром с хорошим настроением, у тебя есть смысл, цель жизни есть. А потом это со временем куда-то вот делось вот в жизни твоей. Почему это ушло? Потому что когда-то первый раз человек сматерился, скажем так, да, когда-то первый раз человек выпил, когда-то первый раз человек потом в жизни своей укололся, и вот по мере жизни человек все больше и больше начинает грешить, да, и его жизнь, она заходит просто в тупик. Я грешил, и, соответственно, конечно, да, я вот получил как возмездие за свой грех. Я просто сказал, что мне надо делать, чтобы быть такими же, как вы. Они мне сказали, тебе надо молиться, надо читать Слово Божие. Они там, я увидел на стене, в тот момент в центре реабилитации, был график служителей, которые постились каждый день. Я сразу говорю, туда меня запишите, включите меня в этот график. И все, и начал вот делать эти шаги, жить так, как они. И потом прошло где-то около месяца, наверное, я ничего не понимал, ничего не знал просто, да, и я увидел просто, да, что вот как-то жизнь моя. Я начал просыпаться совершенно по-другому просто, да. Я тоже начал радоваться просто. Вот просто жизни, живем вроде в каких-то таких стесненных обстоятельствах, но я людям начал радоваться. То, что они вокруг меня, у нас появились какие-то вот интересы общие. Но это очень хорошее время было. Там же были разные люди с разным прошлым. Это были и девушки там, легкого поведения, с дороги, ну, разный контингент. Все, я посвящаю свою жизнь Христу, я пойду до конца просто, да. Это был месяц, как я только уверовал. И приезжаю домой, а у меня дома всегда была Библия открыта. Я приезжаю домой, радостный, счастливый, спокойный, открываю Библию, и я начинаю просто понимать ее смысл. Начинаю понимать смысл. Мне казалось, что там есть какой-то ключ, должен быть какой-то код. Это что-то такое, ну, серьезное для того, чтобы можно было понять Библию. Я начинаю понимать. Бог дает мне такое понимание и откровение, что Бог, который словом своим держит вселенную, заговорил с тобой. И имею такой голос внутри, понимание такое, да. Ты просил меня, чтобы я заговорил с тобой. Я заговорил с тобой через слово, через слово. Я просто понял это, да. У меня такое вдохновение просто было, радость просто. Я, конечно, в центр пошел, там, поделился со всеми. Ну, это время было такое, как-то сразу братья, сестры, мы друг друга поддерживали. Когда Бог крестил Духом Святым, это была такая великая радость просто для всех. Это было единственное. Вот все как по Писанию. Не просто как-то наигранно было. Искренне вот радовались всему просто, да. И вот в такой среде я проходил реабилитацию. Ну, и вот так вот начала вот зарождаться церковь в селе Зыково, где я вот, ну, был в одной команде вместе со своим братом. Буквально за первые полгода у нас церковь, там, около ста человек образовалась. Так Бог сильно, мощно просто действовал. В моей жизни очень много чудес. Это не одно чудо, что Бог меня просто освободил от наркотиков, избавил меня от этого рабства. Я постоянно вижу руку Божью в моей жизни. Все-таки Бог отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Это его сердце. Это Божья любовь. Имея, конечно, Божью любовь в жизни своей, Божья любовь, она двигает человеком, она подталкивает, Божья любовь, она влечет человека. Я не представляю даже сейчас другой жизнь. Мне кажется, что это вообще было не со мной. Вот эта вот наркомания какая-то, да, вот этот грехом, которым я занимался, просто сколько я зла людям сделал, мне кажется, что это было не со мной. Я другой жизни просто уже не представляю. Мы много в чем согрешаем, как сказано. Я не говорю о каких-то там явных грехах. То есть есть греховная природа, которая дает о себе знать. Но я другой человек. Я новый человек просто во Христе Иисусе. Я бы посоветовал, знаете, что... Во-первых, у нас нет другой жизни. Ее просто нет. Быть подопытным кроликом, как я вот, за что я цеплялся просто. Я видел, как люди приходили в центр, и как они падали, как они отступали и делал определенные выводы какие-то в жизни. Я не захотел быть таким подопытным кроликом просто, да. Я решил просто, да, идти до конца. Идти просто вперед. Вот я не хочу просто, да, это, ну, вот быть каким-то индивидуальным. Не быть за толпу просто, да. Это единственная возможность просто, да, изменить свою жизнь. В Иисусе Христе. Новая жизнь. В Иисусе Христе. Будь самим собой. Вот двигайся вот в этом направлении. Я понял это так, что Бог, который словом своим держит вселенную, коснулся меня своим перстом для того, чтобы дать мне еще один шанс в жизни быть другим человеком. Зачем испытывать судьбу? Зачем возвращаться туда? Зачем экспериментировать? Я видел, когда люди приходили в центр, красивые, молодые, внешне даже, да, отступали, потом уже впоследствии приходили, без глаз уже, да, изувечены, внешне даже. Ну, зачем это просто испытывать? Иди за Христом просто. Принимай такое серьезное решение просто. Надо сжечь мосты. Когда мы принимаем в жизни свои решения, приходит какая-то, знаете, такая двойственная какая-то вот жизнь такая, и нашим, и вашим. Вот когда принимает человек решение, да, он начинает уже двигаться в одном направлении, приходит какое-то утешение, и потому что борьба, она будет всегда. Будут приходить различные мысли просто. Это надо просто победить. Героям веры, людям веры им никогда не было легко. Никогда не было легко. Но они шли, потому что они знали, и в кого они уверовали.